Друзья, четвертый день мая, парфюмер Белал. Блин, и что я не начал снимать возле него вопрос, стоял с ним общался. Пол шестого почти время, там площадь Хаджин. Сейчас немножко пройдем, и я вам расскажу, что у нас с погодой. Погода очень интересная сегодня. Мне звонит Таня где-то часа полтора назад, и говорит, если будешь идти гулять, не забудь взять теплые вещи. Мне говорят, Таня, неужели все так плохо? Хотя сам я уже знал, что дождь даже возможен. Дождя не было. Ну, по крайней мере, в центральной части Алании точно дождя не было. Хотя он нарисован был и до обеда, там капельки были. Сейчас на 8, на 9, на 10 часов вечера также нарисован. Дождь, он не будет сильный, конечно, но... Ну, не факт, что он вообще будет, но может быть... Может быть, будет. Сейчас в курсе валют посмотрим. Там мелкое, ничего не вижу. У них нету табло. Значит, смотрите, на солнце сейчас, вот когда я иду по солнцу, то... Ну, 25 точно есть. Днем, наверное, на солнце, конечно, было больше. Когда солнце уходит, то тень, она довольно свежая. Знаете, так, градуса 22, 23, не больше. В футболке комфортно пока, даже в тени. Но, вот что будет часа через три, никто не знает. Потому что я посмотрел, там ночью, возможно, снижение сегодня и завтра до... Всего лишь до плюс 19, даже 18, возможно. То есть, в принципе, как бы похолодание есть. До вчера был очень жаркий день. Ну, вот видите, вот на солнце сейчас сразу все, можно загорать, ложиться. А тенечек, потом хлоп, сразу такой свежачок такой. Вот ветер подул. Подул ветер. Вон такой свежачок, свежачок. Иду сейчас. Зайду, поменяю. Не хочу я Prada. Или я вчера мне... Но я не хочу Prada. Я это не купил бы никогда в жизни, этот бренд. Потому что считаю, что необоснованно завышенные на него цены. Носить чужую рекламу на себе бесплатно. Еще и платить за это бешеный день. Зачем? Возьму что-нибудь попроще. Ну, я имею в виду сумочку такого плана. Или какой-то бренд возьму. Менее известный. Так. Налево у нас магазин Марка. Большие размеры. Приходите, привет от меня. Передавайте направо. Направо у нас воскресный рынок. Сегодня суббота. Воскресный рынок завтра туда вверх. Пыли. Да, кстати, пыли стало меньше. Небо синее. Да, я показатели смотрел. У нас с 19 и 20. Эти ПМ2 опять показатели на метр кубический. Они снизились до 12 и 13. Это наконец-то радует. Надеюсь, ее больше не будет. Спасибо большое. Вчера... Вчера мой мост был взорван в очередной раз. Первый раз спасибо, кто передал мне кильку в томате по-гавайски с овощами. Это просто жесть. Мой мост взорвался в хорошем смысле этого слова. А вчера передали карася с гречневой кашей. Это вообще... Я не ем вообще речную рыбу, но этот карась с гречневой кашей. Тушенка. Это просто бомба была. 30.6 за доллар. 33.0 за евро. Британский фонд 38.50. Рубль 0.310. Такие курсы сегодня. Видео атака назовем курса валют. Погода. А давайте сюда я сверну. Там я все время хожу. С 25-й улицы уходим. Свободное плавание. Но все равно сейчас выйдем в район Жима Пазара. Дует ветер. Не знаю, слышно вам его или нет. Поднимите руки тот, кто носит Гучи. Поднимите руки тот, кто носит Прада. Кто не носит Прада, поднимать не надо. Как-то мной спел. Я уже забыл эту песню. Вот это вот интересная автостанция. А, на Демертаж отсюда он стартует. А я не знал даже. Подождите, раньше что-то на Демертаж оттуда ехал. Жима Пазара. Я до сих пор не знаю, откуда едут автобусы на Газепашу, допустим. Вполне допускаю, что может быть отсюда, но... Совсем не уверен. Видите, такая маленькая. Маленькая. Вот эта автостанция, она находится в 5 минутах от Жима Пазара автостанции, собственно. Туризм Йог. Вот это вот предвыборное. Видите, была какая-то партия, не партия. Я не знаю, кто это все, по ККВАРСу. Это все срывалось, но она усиленно клеилась и клеилась. Там экспорта помидор нет, туризму нет. Короче, типа, какое-то политическое, видимо, течение, которое хотело более законсервировать Турцию, чтобы не было иностранных граждан, чтобы... Ну, сами понимаете. Сейчас начинают давать снова ВНЖ по аренде, но там... Я сделал видео, а потом думал, ну его нафиг, блин, удалил и не показал. Там, собственно, ничего интересного нет, потому что будут давать только на полгода. А учитывая то, что рассмотрение может быть только 4 месяца, и многим странам можно и находиться по 3 месяца в полугодия. То есть, оно как бы особо радоваться нечему. Полгода... На полгода дают ВНЖ, вы должны оформить на год страховку медицинскую, заплатить аренду. Скорее всего, тоже многие на год, на полгода еще не каждый сдаст. Вот, и заплатить, естественно, все налоги, изготовление комета. И при подаче, уже при подаче на полгода, вы подписываете бумагу, что если вы хотите его пролонгировать через 6 месяцев, то вы должны уже каждый месяц, вот начиная с сегодняшнего, когда вам одобрили на полгода, на ваш счет в турецком банке должно поступать 26 или 28 тысяч турецких лир. И когда вы придете продлеваться через... на каждого члена семьи, когда вы придете продлеваться через 6 месяцев, вы должны показать эти все поступления ежемесячные. То есть, все очень, на самом деле, сложно. Также вы подписываете бумагу, что вы не будете заниматься, что вы не будете работать. А если вы такую бумагу подписали и будете работать, то вам потом поставят на 5 лет, это только как самый минимум депорт, запрет. Вот, так что, в общем, как-то оно все сложно, и особо радоваться нечему. Магазины тут пооткрывались, столько всего на улице. Они то были, но они на улице не выносили столько товара. Сейчас идут и не нужно. Вот, ну и там свои нюансы есть по пенсионеры, не пенсионеры, топу, не топу. Ну, в общем, как-то так. То есть, по сути, если можно находиться 3 месяца, полугодия, то, по сути, можно сказать, что дают вам его на... Ну, можно сказать, по сути, на 3 месяца, да. Три его и так откидываете. Ну, в общем. Кто-то, может быть, и обрадовался, но большая часть людей, я смотрю, активно, так язвительно обсуждают. И так нельзя. Надо уважать законы чужой страны, какие по ней не были. Это законы страны, которые... Которые мы любим. Вы любите, раз вы смотрите это видео, по-любому. У меня корректировка по ходу движения. Там чувак так смачно чихнул, стоял. Все, я решил просто свернуть. В Чехии я не хожу. Вы знаете, что в помещениях одеваю маски всегда. Военные вирусы я на себе не испытывала, в отличие от многих моих зрителей. Маска мне не мешает, зато я знаю, что я не болею. Все, какая зараза. Ой, красавчик, он сидит такой красивый какой. Красивый, интересный, идет, кормят или не кормят? Я думаю, что кормят, наверное. Да, пушистый. В такой возрасте уже ты, как тигр, такой пантер. Вчера все магазины тут обошел, я не зашел, только как Ахмету встал. Потому что справим эту ошибку. Ахмету ставит ринку, посмотри. Ну что, Ахмет. Смотрите, сейчас посмотрим, что-то сегодня кормят. Вот, как раз выкладываю что-то. Бараба, бараба. Вот, тоже, друзья, уже вечер, почти все блюда заканчиваются, завтра все будет новое, свежее. Вот это вот попробуйте обязательно, очень вкусное. Котлетки обалденные, это мы все ели. Это мясо. Какие красивые. Мы потом видео сделаем где-то через неделю, наверное, да? Все, я их сомна. Вот, друзья, показываю вам всегда с удовольствием. Какие-то вкусные. Я ел сегодня. Тут такие вкусные запахи, если бы я не ел, я бы уже что-нибудь съел бы. Но я не хочу есть, я поел. Иначе, кстати, твоей ветчиной завтракал сегодня с салатом Айсберг. Так, с майонезом ромашка, которую мне вчера дали, спасибо. Майонез сто летний, и майонез я ем, в принципе, но ромашку, конечно, я попробовал. Так, это могу вас, собственно, довести и дальше. Я сейчас иду туда. Привет, волка. Вот, я только сказал, обхожу, чихо, а чихо, он взял и чихнул. Все, я ушел от него. Так, ищем черепашку. Она, бедная, ходит, гуляет, короче, но ей надо в магазин сходить за водой. Я им сказал, поставьте воду, чтобы она в магазин не ходила. Она пошла в магазин и уже неделю не возвращается. Магазин тут не близко. Он чихнул, я стою, жду. Привет, Таня. Ты видела? Видела уже. Ты знаешь, что завтра Пасха. Слушай, я в шоке. Мне надо зайти в мир и раскупить Пасху. Я зашла в сентябрь, Пасху. В каком Миросе? Двести с чем-то. Аня хоть большая или она? Она такая нематичная, да. Двести пятьдесят, конечно. А где в какой Миросе? У нас там кистели. А, а тут не знаешь, Дима? Нет, не знаю. И тут Аня Прада сдавать. Какой Прада сдавать? Ну, он мне Прада дал, я даже стормозил и не посмотрел. Я же далеко. Да я Прада никогда в жизни не носил бы. Даже с вами деньги были. Он не вырежет. Где ты лукум грушала? Смотрела? Еще нет. Ты что, там же столько тебя в этом видео. Хочешь, пошли туда еще пройдем? Плакать? Зачем? Я ел сегодня майонез с ромашкой, не плачь. Я, короче, я скучаю. Представьте, завтра, завтра... Мне яйца надо покрасить еще. Мне яйца не красим. А мы тут, вообще, я передаю большой привет своей семье. Вообще не ощущается, да. Я так бы хотел домой, я бы сходил в церковь сегодня на ночь. Очень, очень скучаю. Ты яйца красишь? Хоть гранатовым соусом надо... Таня, плачет. Хоть гранатовым соусом или куркумой яйца намазать что-нибудь. Я специально пошел, яйца купил, а то думаю, домой вечером буду возвращаться, уже будет все закрыто. Ну, Пасху надо купить обязательно. Я куплю, да. Пасху надо купить. А может, мы тут сходим с тобой, Мирос? Ну, пошли. А там есть? Пошли, сейчас выберем сумку, а потом я тебя до Мигроса доведу и пойду подстригаться. Я потом приду. Подарки передали, да? Али, а я скажу... Я потом, это, Мраба. Здравствуйте, Ромка, и тут такое, что мне нужно пасху маленькую купить. Друзья, спасибо большое. Это мне Килечка приехала, наша родненькая. Это девочка была первый раз в Алании и сказала, что еще раз ей точно не понравилось. С фасолью. Спасибо вам большое. У нас купила обувь. Обязательно приезжайте. С фасолью тоже никогда не ел. Вы мне открываете просто горизонты. Я никогда не думал, что Килька может быть с овощами, с фасолью. Спасибо большое. Сейчас покатенье, а потом заберу кабу назад. Сходил, друзья, сегодня в магазин. Отмогу вас пока поразвлекать чеком. Купил я два пакета бимовских по 25 копеек. Купил я три бумаги бумажные, три бумаги бумажные в салфетке большие мотки по 37 лир. Это дешево, а вообще по 100 уже у многих. Купил две воды по 5,50, полторошки. Купил курицы две штуки, ну для пасхи все-таки. Естся сам и накормит всех котов свои. 3,300 общий вес курицы и общая сумма 308 лир только за курицу. Купил воду 5-литровую, 16,50 вроде. Купил йогурт обычный 900-граммовый, 16 лир вроде. Кипятли хлеб по 17,50, 2 штуки яйца, 15 штук, 28. Вот общий ценник, 544 лиры. Ромка в магазин, скажем. Курица, вода, йогурт. Бумага. Ну это капец. Да, это я один, а если на вас, я представляю. Все, я еще приду. Ну она классная сумочка, все, ну блин, думаю, ну нафига она будет смотреться на это. Мне тоже надо отпороть его, тоже смешно будет. Не надо уже, потому что. Если бы что-то было, знаешь, неизвестный бренд, я бы спокойно отнесся. А то ну Prada, да ну нафиг, блин. Какой я, какой я Prada, я Nike. Я хотел сделать так лучше. Ну да, он дал самую дорогую, как бы, я тут понимаю. Вон у нас Мурат и Омер. 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 Правильно я его называю? Омер. 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 Таня, у тебя что, тоже насморк? Не пугай. Я просто плакала, ты забыла. А, ты плакала. Да, человек когда плачет, поплачь о нем, пока он живой. Так, Мурата нету, не буду вас здесь ориентировать. Это Омер. Когда Мурата нет, он замещает, значит, это вообще его место в аптеке, его место в аптеке. Зайдем. О, туристы идут. Туристы на маску надеть. Сейчас я седу иду так прямо, а мужик стоит так, как смачно, блин. Я сразу свернул и пошел влево по другой, по другой дороге сразу пошел. Когда люди чихают меня, это... Это кажется, Таня. А они тут сидят, думают, что у вас много людей, а тут никого нет. Мураба. Нельзя показывать, мы пройдем. Афиэталсон, Мураба. Спасибо, спасибо. А где у нас Ильяса? А Ильяса я не вижу. Ладно, друзья, я вас довел до Ильяса, а и вот Ихсан у нас здесь сидит еще сладости. Он сидит, смотрит, наверное, видео, которое мы вчера снимали. А его нету. Его нету. Ихсан там? Ушел? Ихсан? Тут где-то. Так, все, мы дошли. Я пошел в сумочку. Выберу себе другую.